Ребята, это история о том, как я решил стать зимним дрифтером. Лика, мы что сейчас будем делать? Готовить тачку к дрифту. Затея может так себе? То есть вот такие вещи. Эй, вы что тут делаете? Дрифти. Взяли у мамы обычный фен и начали феник. Вот наш профессор, который из этой тачки сделает огонь. Главное конфито, яичко. Ну а сейчас 21 век, по инстаграме парень предложу, машину приехали посмотреть. Аккумулятор конечно дохлый, сейчас подгоним, попробуем завести. Заводится, Петру? Ни хуячи. Одина не было, 5 литров. Сейчас 5 литров купили канистру и заправили. Инстаграм нынче решает. Сразу ребята отозвались, сказали, у нас есть тачка, забирайте. Сейчас посмотрим с Петруха, что за тачка. Еще раз попробуем. Завелась, родимая. Завелась, родимая. Тачка-то едет, гудит. В общем, мы эту тачку не стали брать, потому что она была на каком-то нам непонятном тюнинге. Там коробка была отливы, двигатель был тоже, как вы видели, Nissan. И что-то там все троило, по электрике были какие-то проблемы. Решили эту тачку не брать. Я увидел объявление в Новосибирске, продается тачка. Я звоню, ребята говорят, приезжай. 80 тысяч рублей, плюс десятка за колеса. Комплект полный, новая резина. Пошагали в Новосиб за тачкой. В этом я ничего не понимаю. Надо вникать, смотреть. Взял Петруху. Посмотрим, что получится. Что, ребята, поехали за Петрухой тачку выбирать. Я решил поспать немножко. Петруха рулит. Шагаем в Новосибирск. Два месяца искали в Красноярске и ничего не нашли. Петрух, ты что, нормально спать не хочешь? Пока нет. Давай, как захочешь, скажи. Я вздремну немного. В ночь ехали, ехали и приехали. Вот эта зверюга. Такой брутальный салон, но куча всяких датчиков. Хрен поймешь, зачем они. Надо разбираться. Расскажи вкратце, что там есть. Дорчалыга какая-то, вообще не знаю, не в курсах. Дрочила? Да. Не, ну скажи правда, что там есть. Ну, там есть поршневая приора, пара 3.9, коробка 4 ступла. Тачка валит. Валит? Боком? Да. Может, был хуже. Пошли грузиться, сыграть надо. Надо встать на телегу, чтобы был перевед. Тогда жигулёнок наш заедет. О, Миши не хватало. Что, Мик, закрепил? Ну что, максимально как могли закрепили. Здесь стяжки, здесь стяжки. И доски саморезами тоже прикручиваем, на всякий случай. Ну вот тут тоже стяжки. Короче, полностью максимально заблокировали, чтобы она у нас никуда не свинтила. Ну что, загрузили тачку, как говорится, с Богом. Пошагали. Ну что, Петруха, пошагали. Пошагали. Какая скорость будет у нас средней? 60-50. 60-50. Ну давай. Короче, катим с Петрухой в Красноярск потихонечку. Какая скорость у нас, Петруха? 70. 70. Иногда смотрю, он и 80, и 90 едет. Я дремал. В общем, почему дрифт зимний? Зачем нужно? Ничего не хватает снегоходов? А тут все просто. Мне до Красного кольца ехать 5 минут. Это первое. Второе. Зимой то дубак, то нет снега, то еще чего-нибудь. И ты просто сидишь, тупишь в городе. В горах я не живу. Нет такой задачи. Есть семья, работа. И поэтому много других всяких интересов. Вот, хочу попробовать зимний дрифт. Это будет параллельно с моим любимым делом, со снегоходингом. Поэтому, пробуем, смотрим. Может кто-то что-то посоветует, что с этой тачкой можно сделать дополнительно. Ну, помимо внешнего вида. Внешний вид я точно хочу изменить. Ребята, ждем ваших комментариев. Что скажете? Затея может так себе? Ну и как всегда ставим колокольчик. По возможности комментируем. Лайки и все такое. Обратная связь нужна, ребят. Протерли бак. Главное, чтобы никто не поджег. Мы уже дома почти. Завели после долгого сна. Надо ее ввести в покраску. Петруха, а что там она не развалит? Все нормально. Дойдет. До Берлина дойдет. Подожди. Там ничего не разжарело? Не, нормально. Нормалек? Ну, посмотрим. 98-й. Сейчас зальем и полетим. Петруха говорит, до Берлина можно. Ты что там качаешь, Петруха? Бензин, бензин. Коняшечка моя. Надеюсь, тут печка хоть работает. Петруха, где печка? А, вот. Ничего не знаю об этом автомобиле. Лика, мы что сейчас будем делать? Готовить тачку к дрифту. Готовить тачку к дрифту. Пошагали. Пошагали. Так, Ликусь, смотри. Я тебе два таких импровизированных сделал скребочка. И надо вот так их подскребла и оторвала. Нам надо полностью сейчас... Не оторвала, а оторвала. Оторвала, да. Вот всю штуку эту надо пятнистую оторвать. У нас будет логиком. Ну и сумасшедший. Неркаль. Эти с牛og. Что надо? Этих, две салют. А. Эти. Эти салют. Эти. наша задача сейчас поддирать вот этот старый ракал отгоним к юле и она полностью желтой краской оболёт сегодня мне уже два человека сказал ханя шпаклевать не будем смысл ты по этой теме запариваешься ты еще не знаешь ставить тебе дрифт или нет потом тачку нормально возьмешь и поработаешь с ней на принципе согласен то есть вот такие вещи мы не шпаклюем марка автомобиля ну русская а у мамы какая у мамы же не русская ты чё забыл название даже вы чё тут делаете вам и там сколько места смотри вот такой у нас растет дрифт пилот анжелика а вы чё тут без света чё делаете давай еще раз рычаг переключать взяли у мамы обычный фен и начали фильм результаты на лицо ребята и поехали мы в покраску как помните я это все сам поотрывал ну и тему баллонов покраски самому я короче забраковал потому что по деньгам то на то и выйдет и до чертовы знает время тратить и по деньгам короче то же самое выйдет время тратить неохота потому что облить полностью тачку в районе там 12 15 тысяч рублей будет я решил вот такие места ничего с ними делать не буду просто покрашу и все ладно пошагали надо ехать а то я и так уже опаздываю блин конечно я не знаю прикольно едешь все дребезжит фигачит одно нажатие педальки она в дрифт просто летит вот здесь надо было на кольце дрифт но я черт побери пока не умею ну что дорогие друзья это история о том как я решил стать дрифтером зимним дрифтером юля находится в секретных местах самых злачных красноярске вот она то нам машину нашу дрифтовую покрасить первого раза тут ее не найти это факт ребята вот наша профессиональная юля которая из этой тачки сделает огонь короче вот этим мы ничего не делаем просто обливаю хорошо так и ну короче повороты прекрасный автомобиль батя тоже оценил дрифтовую тачку вот то есть вариант такой либо мы ее грунтуем белым а потом перекрываем вот этим лимоном либо ну короче там где-то получается полторы тысячи литр сколько бабла вот я хочу чтобы как бы в меньшую сумму да ну сколько плюс-минус получится как думаешь я тоже так думал что синий не перекроешь желтого не перекроешь или тогда мы не получим вот этого лимонного яркого красивого вот он не перекрывается это я сам отодрал уже я тебя не напрягал красишь просто ничего не делаешь нет просто красишь то есть главное чтобы общий был вид желтый и какая там фактура у неё главное конфета яичко ну что давайте и запомним такой какой она есть и была и увидим какой она будет после нового года бать как тебе тачка круто он там сильно пердит нормально хорошо идет только поворотки делай не успеваешь за вы перестраиваться